друзья привет всем с вами я дима аквариум 200 литров скалярии тетра аманды мальки меченосца растения и так далее почему решил опубликовать это видео самое главное хотел поделиться интересной такой новость сейчас вам покажу видите анубиас у меня зацвел сейчас фокусирую вот цветок под водой и вот 2 впервые такое никогда анубиасы вообще не цвели я видел это только на одном из каналов и думал что у меня такое невозможно ну вот случилось параллельно цветет эхенодорус горизонтальный я думаю все таки это из-за вот этой вот фито лампы плюс co2 хотя co2 у меня уже неделю как закончился скорее всего система где-то травит и я сейчас покажу я думаю что вот вот тут вот этот вот клапан он просто не предназначен для какого-либо давления и через него все уходило заправлю еще раз сделаю пену промажу знаю вчера публиковал публиковал видео об этих мальках вот их девять штук все живы давал им гриндальского червя но они его не едят пока что не знаю вот охотники ждут когда их выпущу но я их не выпущу я их перенесу в аквариум и там где у меня они на стойке несколько аквариумов значит по 2 сотки но опять же из изменения это цветущий анубиас немножко я их вот по расставлял я уже это показывал укоренил детку хенодоруса горизонтального одну 2 укоренится скоро сама еще будут это я по обрезал и воздушная одна будет не знаю посмотрим как она будет вообще развиваться цветочек будет посмотрим на него значит ввиду того что я немножко приболел пошла вторая неделя я не делаю подмены воды соответственно не подавал удобрения ну я надеюсь это не критично вот тут у меня за этой полянкой монте-карло была полянка вот этих поцефалантр гладиус я их убрал для того чтобы поляна с монте-карло тут разрасталась посмотрим будем наблюдать что что дальше как это будет может быть сюда каких-то удобрений корневых подкину хотя тут слой песка не очень большой ну что-то придумаю также хотел показать вот смотрите на что способна вьетнамка видите это остатки мха камерун вот они вот так обросли это вьетнамка жена да и он погиб я не знаю почему но тут есть он маленький росточек я думаю можно будет при желании возобновить причем в аквариуме эта история она местами вот посмотрите вот там вальбитис этот камень тоже полностью обросший также вот там у меня будут фаландра копе сусу по-моему нам или black hate также обросшие вот вот тоже камушек вот обросший не знаю почему это происходит причем вот так вот местами выборочно не понимаю может кто-то мне объяснить из вас вот но пока без каких-либо изменений вот в аквариуме все вот так вот живет растет кстати по рыбам у меня еще тут был меченосец такой с черным хвостом ну что плохо поплохело ему где-то он прячется скорее всего подохнет уже его и не вижу тут не знаю что снимка это болячка может все остальные рыба нормально себя чувствует стая вот это вот из тетер я так пытался их посчитать можно конечно поставить на паузу видео и пересчитать но они уменьшились я наблюдаю как скалярии за ними иногда гоняются и я так думаю что возможно догоняют вот так вот это все выглядит в планах благородить вот эту нижнюю часть я еще не знаю нужно будет куда-то придумать вот эти буты фаландры тут супер блю супер блю тайп раунд хейтс black hate копе сусу я хочу их куда-то убрать как-то ну в сторонку и вот этот вот калакуян 1 рассадить по периметру от полу подножия так сказать этих хинодоросов прошу прощения хинодоросов только что говорил за хинодорос вылетела из головы надо ж такое а вот что значит я не готовлю никакие речи а вот все экспромтом взял телефон в руки и снимаю анубиасы так вот у подножия этих анубиасов будут выстраивать и тут скорее всего будет такая площадка чистая куда-то еще от брауни пикси нужно будет деть вот она фаландра но тоже я придумаю место я думаю для неё найду параметры воды ребята я не меряю но если меряю то мнение о чем не говорят потому что что с co2 что без у меня жесткость воды было приблизительно плюс-минус одинаковая лью сюда водопровод никакого осмоса не лью как-то так на данный момент вот вторая неделя без подмены вода идеально от кристально чистая может быть я водички долью может пока не буду скорее всего дали ты пусть будет так рыб я сейчас не перекармливаю них корма достаточно есть гриндальский червь есть живой модель есть четыре вида сухого корма я контролирую чтобы супруга не перекармливала ну я соответственно не перекармливаю в этом проблемы как бы с обрастаниями нет но вот местами почему-то это есть может быть кто знает еще раз напомню подскажите значит по скрытым жителям окантов тальмуса я пока не наблюдаю ну возможно он жив здесь и он тут есть одна креветка амана не знаю было но я давно не видел думаю с креветок тут может какие-то большие раки бы выжили остальное скалярии выбьют скалярии я так думаю все достигли своего размера это как было затянутое маленькое осталось самая одна большая вот выросла эти две средники так и так вот они наверно и останутся жить здесь вот но еще раз повторюсь самое основное это хотел поделиться тем что цветет анубиас это радует это интересно кто в теме понимает благодаря и же я думаю что эти лампы плюс лампу то фито линейка сюда добавил мой плюс co2 все в совокупности дало такой эффект co2 забрасывать не буду заправлю баллон и все будет нормально кстати где-то тут я видел этого меченоса совсем плохой наверно и не доживет до завтра к сожалению таково целя в общем ребята вот вот такие новости по этой двухсотки ничего нового пока нет новых аквариумов ставить некуда какие-то изменения дизайн и скейпы я тут пока не собираюсь сделать потому как и времени нет и не хочется мне сейчас все нравится устраивает что-то подкорректирую пусть будет так такой вот медленный медленный ленивый травник получается так что вот так всем кто досмотрел видео до конца спасибо спасибо что смотрите мой канал ставьте ваши лайки кому понравилось кому не понравилось ставьте дизлайки оставляйте ваши комментарии я стараюсь читаю их отвечаю на ваши комментарии общем мне приятно что вы неравнодушны к моему каналу еще раз спасибо и всего хорошего с вами был я дима канал владелец аквариума